Сочи отметит свой 178 день рождения. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ «Время» программы «В курсе». Здесь мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Как Сочи отметит свой главный праздник и какие подарки любимому городу подготовило руководство курорта и сами сочинцы. Об этом, да и в целом о культурной жизни города и реализации здесь государственной программы Краснодарского края развития культуры. Мы поговорим с заместителем главы города, курирующим эту отрасль Ириной Романец. Ирина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть в нашей студии. До Дня города остается несколько дней. Все и все ли готовы к празднованию? Подготовка была масштабной? Абсолютно полная готовность. И мы уже вышли просто на финишную прямую, потому что день города, мы начинаем праздновать все раньше и раньше. Вот в этом году уже в четвертый раз, когда по предложению главы города Анатолия Николаевича Пахомова, день празднования города перенесен на 21 ноября. Это день небесного покровителя нашего города Михаила Архангела. И важно в городской стратегии, что мы этим днем отбиваем финал курортного летнего сезона и делаем торжественное открытие зимнего курортного сезона в Сочи. И в этом году у нас будет широкое празднование, которое уже началось с большой акции «Посади дерево». И сегодня все внутригородские районы города заняты, все домкомы, все общественные организации, все наши пенсионеры, дети, кто желает участвовать в этой акции, заняты акцией «Посади дерево любимому городу». Какие внешние изменения произойдут в городе к этому празднику и какова на этот раз концепция наружного оформления Сочи? Насколько я помню, в прошлом году главным мотивом были листья. В этом году у нас тематика оформления, она в основном яркая, праздничная, курортная, она в элементах оформления присутствуют, яхты. Вот все, что символизирует курортную столицу, все, что символизирует наш город Сочи. Это ракушки, якоря, это воздушные шары, это яхты, это море, это листья пальмы, монстеры и так далее. И мы всем этим позитивом еще раз говорим о любви к своему городу. Мотив мы, опять же, городские празднования проводим в рамках хартии «Я люблю Сочи». У нас основной призыв этого дня города – идем гулять и делаем настоящие народные гуляния. В 4 дня с 18 по 21 у нас будут массовые народные гуляния, посвященные Дню города Сочи. И главное название нашего праздника – любимый город Сочи, как Сочи между солнцем и морем. Вот такая интересная концепция, которую предложили наши режиссеры, художники. Мы ее будем реализовывать. Расскажите о роли сочинцев в праздновании Дня города и о конкурсах, в которых они активно принимают участие. Ведь главная задача руководства города – это задействовать в праздновании именно горожан. Да, вот в прошлом году мы впервые попробовали эту концепцию, когда глава обратился с призывом к горожанам. Давайте посмотрим, как горожане хотят праздновать свой день города, день города своего любимого Сочи. И у нас началось интернет-обсуждение. И вот в этом году мы эту же концепцию, этот тренд продолжаем. То есть мы собрали уже пожелания наших горожан, мы ведем активное обсуждение в социальных сетях. Мы дали предложения свои и ведомственным нашим управлениям, и районы в этом, и общественные организации приняли активное участие. Изучив общественное мнение наших горожан, мы запустили очень много таких проектов, которые нацелены на привлечение жителей подготовки и празднования Дня города. Таким образом, у нас впервые в этом году мы будем делать ресторанный вернисаж в Зимнем театре, будем делать художественный вернисаж. А что со зрелищем? Какая развлекательная программа подготовлена? Глава города отметил, что тема нынешнего Дня города – это год кино. Вот как-то будет отражено мероприятие? Да, безусловно. Год кино у нас проходит просто красной линией по всем нашим культурным мероприятиям. И это все сценические образы, все интерактивные площадки, которые будут работать на улице Новогинская, собственно, в дни празднования Дня города. Везде будет присутствовать тема кино. Один из самых больших проектов, но я не говорю о маленьких инсталляциях, то есть везде будут образы знакомых нам с детства кинофильмов и современного кино. Один из масштабных проектов, который пройдет на площади флага перед администрацией Cinema Cinema, он называется у нас. И наши, теперь это пост наследия всемирных хоровых игр, мы делаем большой хоровой проект, где хоры будут нон-стоп, городские хоры, исполнять песни из кинофильмов. Ну и в целом развлечения еще наверняка будут масса других. Да, безусловно. Мы в этом году расширяем зоны активного празднования. Если обычно у нас были три основные площадки, то теперь мы сделали шесть основных площадок. И это, безусловно, площадь флага улица Новогинская в таком растянутом, пролонгированном варианте. Это площадь Южного Мола, безусловно. Это площадь искусств перед художественным музеем. В этом году мы впервые взяли как активную интерактивную зону именно для семей с детками. Мы взяли Черешневый сад напротив морского вокзала. И в этом году у нас будет еще особенное место, которое станет центром притяжения всех наших литераторов, всех поэтов, всех музыкантов. Это ротонда на Несербского, откуда будут транслировать свое творчество участники проекта «Литературный балкон». И пользуясь случаем, я хотела бы пригласить всех наших горожан прийти и вместе нам отпраздновать день нашего любимого города Сочи. Мы очень любим Сочи. У нас прекрасный город и будет замечательный праздник. И место на нашем празднике найдется всем. И взрослым, и детям. Пожалуйста, приходите. С 18 по 21. Праздничные афиши будут размещены на всей территории города. Поэтому ждем вас. И нынешний день города курирует новый начальник управления культуры Лидия Кузьмина. Насколько активно она влилась в работу? Да. Ну, Лидия Николаевна, она у нас новый начальник управления культуры, но совершенно опытный человек в плане культуры. И она давно работает на руководящих должностях. И последние 4 года она руководила нашим училищем искусств, колледжем искусств. И достаточно успешно. И это ее назначение не неожиданность для горожан, а это нормальное такая ее карьерное становление. А для жителей города это человек с широким диапазоном музыкальных, вообще художественных знаний, с широким диапазоном знаний в области культуры. И я думаю, ну и мы видим, что это такое бесстрессовое вхождение руководителя на эту должность и работая вместе при подготовке дня города. Есть ли вопросы, которые ей предстоят в первую очередь? Или, возможно, есть сверхзадача, которая перед ней поставлена? Безусловно, у нас она очень большой специалист в плане академического образования в области культуры. И здесь действительно она из лучших специалистов, наверное, один из лучших специалистов в городе. А те задачи, которые стоят перед практической отраслью культуры в наших условиях широкой или большой такой растянутости территории, что огромное количество у нас субъектов, хозяйствующих субъектов, входящих в отрасль культуры. Это и централизованные библиотечные системы со своими 44 единицами. Это и клубная система 69 клубов у нас. Это и музеи со своими филиалами. Безусловно, в этой области это для нее новые знания, новый опыт. Ну и задачи, которые ставит сегодня и глава Краснодарского края, это губернатор и глава города, естественно, они находятся в фарватере приближения учреждений культуры к конкретному населению, в том числе к населению сельских поселений. Для нас это важно, что для многих сельских поселений клуб или любое учреждение культуры или библиотека это вообще единственный социально значимый объект, который может стать точкой притяжения для всего микрорайона. Ирина Васильевна, Вы сейчас прямо попали в точку. Действительно, работе учреждением культуры, особенно сельским, большое внимание уделяет губернатор края. И прежде чем задать очередной вопрос, я предлагаю послушать Вениамина Кондратьева. После войны наша страна, конечно, восстановила экономику, но она первая начала строить стадионы и клубы. Вот это жизнь. Если мы будем делать только экономику, без учета жизни людей, обычной жизни, ежедневной, выходной жизни людей, ничего не получится. А стадионы, клубы – это и есть жизнь. Жизнь населения, тем более. Это их праздник, это их сцена, это их радость, это их выходной день. Поэтому давайте и эту возможность им дадим. То, о чем говорит глава региона, касается в большей степени сельских жителей. В Сочи, как известно, есть вопросы к некоторым клубам. Вот, к примеру, ДК на КСМ, который уже много лет в запустении. Какова его судьба и есть ли вообще перспектива у этого здания? Вообще, это такое постсоветское наследие. И надо отдать должное уже и администрации Краснодарского края, и главе нашего города Анатолию Николаевичу, когда в 2008 году было принято политически грамотное и правильное решение о том, чтобы изъять этот объект из оперативного управления частных хозяйствующих субъектов, передать, а оно уже было в таком руинированном состоянии, оно на тот момент было отдано в руки бизнеса. И тогда город совместно с краем принял вот эти правильные решения, на мой взгляд, когда клуб забрали опять введение муниципалитета. И с того времени, поскольку это руинированное здание, это здание, которое требует больших капитальных вложений, на сегодняшний день уже произведены проектно-изыскательские работы, и в бюджете были заложены деньги на проектно-изыскательские работы, и перы сделаны. И на сегодняшний день объем финансирования по перам составляет 34 миллиона рублей, для того, чтобы привести это здание в нормальное соответствие. Вот сейчас на данный момент решается вопрос, чтобы его отремонтировать и привести к нормальному знаменателю. А как же в целом у нас в городе реализуется государственная программа Краснодарского края развития культуры? Мы одни из активных участников этого проекта Краснодарского края, потому что Краснодарский край, губернатор, вице-губернатор курирующий, министр культуры уделяют особое внимание именно развитию сети клубных учреждений. Во-первых, у нас жесткая табу на предмет сокращения единиц нашей системы клубных и библиотечных и музейных учреждений. Невозможно. Мы только можем приращивать это количество. Сегодня стоят задачи об охвате большего количества детей учреждениями именно системы художественно-эстетического воспитания. И здесь норматив край все время поднимает, потому что объективно желающие семьи, в том числе в Сочи, и сами дети, которые хотят получать музыкальное образование, их с каждым годом растет. И задачи каждый год ставят на увеличение, на открытие дополнительных филиалов в образовательных учреждениях, на коммерческих площадках по системе арендных договоров с тем только, чтобы увеличить охват детей, занимающихся эстетическим и художественным воспитанием. Как вы считаете, есть ли проеха в плане гастролей иногородних и зарубежных коллективов? Может, хотелось бы привлечь в Сочи какие-то новые театры, ансамбли? У нас на самом деле сегодня с этим проблем нет. И мы наоборот констатируем факт, что город Сочи в постолимпийском наследии стал очень привлекательной площадкой. И мы фактически с нашим сообществом культуры в последние два года констатируем факт, что за время развития, последнее столетнее развитие города Сочи с 1951 по 1975 года прошлого столетия у нас были так называемые очень известные, очень приоритетные, преферентные гастроли всех ведущих коллективов Советского Союза в плане сочинских гастролей. И мы вот сейчас наблюдаем ситуацию и не наблюдаем, а участвуем в ней. Мы пишем эту совместную историю, когда в доолимпийский период был проект культурной олимпиады и город буквально на четыре года наполнился культурными событиями. В город были перевезены все самые лучшие ведущие коллективы Краснодарского края, Россия, а сейчас в постолимпийском наследии мы уже активно продвигаем сами эту политику для того, чтобы привлечь коллективы, привлечь гастрольные проекты, для того, чтобы город наполнить этими событиями. Конечно, у нас еще очень много мечтаний, мы очень многое еще хотим сделать. Вот буквально вчера мы начали впервые переговоры с тем, чтобы впервые на нашей сочинской земле и вообще в России провести всемирный международный фестиваль этнической музыки. Этот проект, который в мире идет уже более 25 лет, он никогда не был в России. И смысл, он очень понятен и близок к россиянам, близок к сочинцам. Потому что у нас 124 национальности живут здесь, а музыка, а культура это главная основополагающая константа сохранения народа. И если произойдет это событие, мы претендуем на проведение такого фестиваля в 2020 году, и мы сейчас хотим начать эту акцию. И вообще, конечно, мы хотим сегодня уже привлекать оперную музыку. Мы попробовали этот проект с Центром оперного пения Галины Вишневской. И у нас он великолепно прошел. Насколько Ольга Ростропович, как раз дочь и преемник и Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, и она немножко побаивалась заходить на нашу площадку, но уехала с восторгом после первого фестиваля оперного пения Галины Вишневской, сказав, что в Сочи необыкновенный зритель, что Сочи готов к восприятию оперной музыки. Мы хотим оперное пение, мы хотим классическое искусство сюда приводить. В том числе мы работаем над тем, чтобы приводить сюда фестивали современной клубной музыки. Мы хотим работать с электронной музыкой. То есть много проектов, которые еще хотелось бы реализовать. Очень радостно и здорово. Но в Сочи масса своих актеров, художников, поэтов, музыкантов. Вот есть ли перспектива здесь для их творческого роста? Это, знаете, такой синергетический процесс. Мы видим, как события, происходящие в культуре сегодня, инициируют уже как по принципу снежного кома, инициируют создание из собственных проектов внутри города. Только за последние 4 года у нас сформировались собственно внутренние наши, например, театральные коллективы. В городе, где нет ни одной театральной труппы, мы сегодня констатируем постоянно работающих 4 самодеятельных театральных коллективов, которые мы всячески пытаемся помочь имеющимися у нас возможностями для того, чтобы развивать театральное искусство в городе. Также мы видим просто бум галеристики. То есть мы видим, что все, что связано с выставочной деятельностью, с деятельностью, связанной с продвижением художественного творчества, художественного искусства и прикладного, мы просто испытываем сейчас такой бум. У нас открываются галереи, частные, государственные, муниципальные для того, чтобы иметь дополнительные площадки для этого направления развития города. Развивается уличное музыкальное искусство, если вы видите, очень много интересных, особенно летом, город наполняется. Это тоже работа администрации города, мы все пытаемся регулировать в хорошем смысле, мы пытаемся вести отбор, давать так называемый концертный карт-бланш этим организациям, которые летом у нас устраивают эти гастрольные планы прямо на улицах нашего города. Мы, конечно, не оставляем идею, мы над ней работаем уже несколько лет, мы хотим привлечь в город фестиваль уличных театральных коллективов, мы идем к этому, мы время от времени какие-то фрагментарные, мозаичные проекты у нас получаются, но хотим выйти на серьезный такой международный фестиваль театральных коллективов уличных, которые так бы подошли нашему курортному городу. Однозначно. Действительно, грандиозная работа проводится, и это видно. И напоследок, на недавно прошедшем фестивале гостеприимства, туризма и сервиса «Конгрифест», профессионалы разных отраслей говорили о том, что в Сочи активнее нужно развивать не только событийный туризм, но и гастрономический. Нужно ли это в Сочи? Безусловно, это тоже одна из важных тем, на ней все время акцентируют и фокусируют внимание бизнеса наш глава города. Вот буквально сейчас, в рамках Дня города, глава вместе с рестораторами определились о проведении проекта, связанного именно с ресторанным вернисажем. То есть, о чем идет речь? В город приходят рестораторы, в городе взращиваются собственные рестораторы. Некоторые рестораторы, такие как Инга Икзархо, которая сегодня имеет уже свою производственную базу, которую мы представляли и губернатору Краснодарского края Венимину Ивановичу Кондратьеву, и председателю нашего ЗСК края Владимиру Андреевичу Бекетову, наше собственное сочинское производство сыров, молочной продукции. И это одновременно и агротуризм, а сколько у нас интересных пчеловодческих хозяйств, а сколько у нас интересных появляется хозяйств по выведению микрохозяйств. Но тем не менее, это хозяйство, которое может обеспечивать одновременно работать 10, 20, 30 человек. Это для города очень хорошее развитие экономики, развитие цивилизованного агротуризма и производство как раз той продукции, которая работает в области импортозамещения. То есть предприниматели становятся фермерами. Конечно, и эта тема тоже актуальна для города Сочи. Ну, спасибо на этом, Ирина Васильевна, все, очень были рады вас видеть в нашей студии. Спасибо. Удачи, успехов вам в работе. И напомню, что гостем нашей студии была заместитель главы города Сочи Ирина Романец. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. И напоминаю, будьте в курсе всех событий города Сочи. До свидания. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова